Добро пожаловать на шоу Фома о телевизионных технологиях. Сегодняшние заголовки начинаются с обвинений в том, что телевизоры TCL не имеют QD, или квантовых точек. Samsung обвиняет TCL в ложном утверждении, что их телевизоры оснащены квантовыми точками, хотя на самом деле это не так. Насколько правдивы эти обвинения, о каких моделях телевизоров идет речь? Об этом мы поговорим сегодня. Но хватит о TCL. Другая китайская компания в сфере телевизионных технологий, BOE, только что продемонстрировала прототип OLED, который лучше, чем QD OLED. Как скоро мы увидим его на наших следующих телевизорах. И, цитируя Оскара Уальда, подражание это самая искренняя форма листья. Я думаю, Sony будет очень польщена, потому что Hisense только что представили иммерсивную звуковую систему Saturn, которая подозрительно похожа на Sony HT-A9. Все это и многое другое на сегодняшнем шоу Фома. А, как обычно, актуальные цены на популярные телевизоры в описании к видео. Итак, в этом месяце компания BOE продемонстрировала свой удивительный прототип прорывного дисплея TandemOLED. И это подозрительно похоже на то, что сделала LG, показав свой дисплей TandemOLED. Разница в том, что LG продемонстрировала гибридный подход с использованием фосфорицирующего синего OLED, в то время как BOE демонстрирует TADF, а не фосфорицирующий OLED. Но в отличие от LG, которая все еще находится на стадии исследований и разработки прототипов, все еще в лаборатории, BOE продемонстрировала реальные панели с использованием этого нового подхода с двойным тандемным OLED. С практической точки зрения, это означает, что BOE опережает LG как минимум на год. Это не значит, что гибридный фосфорицирующий синий дисплей TandemOLED от LG не лучше, но он все же концептуален по форме. Прототип BOE означает, что они его тестируют, настраивают, смотрят, каким будет срок службы, и, вероятно, собираются выпустить его в ближайшие два года. Я понимаю, чем вы спросите. Окей, отлично, мы видим его на прототипах смартфонов. Когда же он появится на телевизорах? К сожалению, производственный набор для создания этих OLED-дисплеев относится к поколению 8.6, что означает, что, скорее всего, они будут не больше мониторов, максимум 32-дюймовых. Если вы собираетесь производить телевизионные панели, то это должно быть производство поколения 10+, а его сейчас у BOE нет. BOE только что выпустила версию 8.6, которая посвящена IT, смартфоны, планшеты, максимум мониторы. Так что это интересно, но любителям телевизоров ждать еще несколько лет. Тем не менее, меня радует то, что это подталкивает Samsung Display и LG Display к постоянному совершенствованию своих технологий, производительности и технологических процессов. У них нет времени перевести дух, потому что есть страх, что Китай не просто догоняет их, они превосходят их. Что дает нам контекст для следующей новости между Samsung и TCL. Но прежде чем мы перейдем к этой потасовке, в которой Samsung обвиняет TCL во лжи относительно квантовых точек, я хочу дать вам еще немного контекста. И вот такой контекст. Вопрос в том, стопе, а как Китай до этого дошел? Как китайские компании, такие как BOE и TCL, дошли до того, что не просто копируют, а превосходят лидеров в области OLED-технологий? И в следующей статье об этом рассказано. В этой статье Фонда информационных технологий и инноваций говорится о том, насколько инновационным является Китай в индустрии дисплеев. Речь идет о том, что только китайский производитель дисплеев BOE получил примерно 3,9 миллиарда долларов в виде субсидий от китайских национальных и провинциальных правительств за последние 12 лет. И только в 2020 году это были, по сути, бесплатные деньги от китайского правительства для BOE, чтобы он был лучшим и доминировал в мире с точки зрения технологий панелей и их производства. Поэтому очевиден вопрос, где бы была бы сегодня LG Display, если бы корейское правительство дало им почти 4 миллиарда долларов за последние 10 лет, потому что в настоящее время LG Display едва сводят концы с концами. Они, конечно, зарабатывают деньги, но если вы посмотрите на их доходы, то почти каждый квартал является убыточным. Правительство не оплачивает эти убытки, оно не говорит, о, LG Display, вы потеряли еще 100 миллионов? Вот вам миллиард, заработайте деньжат. Нет, и в этом-то и проблема, что корейские компании Samsung и LG болезненно реагируют на то, что их превосходство и доминирование в телевизионной индустрии оспаривают поддерживаемые правительством конкуренты из Китая. И теперь, когда у вас есть контекст, давайте посмотрим на обвинения Samsung в адрес TCL. А именно, в адрес моделей, которые здесь перечислены. К ним относится TCL C755, который в США стоит на одну ступеньку ниже, чем QM7 этого года. В нем есть мини-LED, и это прошлогодняя модель, которая была доступна только в Европе и других регионах. Итак, это мини-LED телевизор начального уровня с питьюстами, зонами затемнения или около того. Но, несмотря на это, вот в чем проблема. В характеристиках телевизора указано QD мини-LED. Если вы не знаете, QD означает квантовые точки, и эти квантовые точки находятся в системе подсветки. Предполагается, что они делают подсветку немного лучше, чтобы дать вам более чистые цвета. По сути, они преподносят эти квантовые точки как особенность. Но проблема в том, что когда разобрали этот телевизор, никаких квантовых точек обнаружено не было. TCL ответили так. Нет-нет, квантовые точки на месте. Ну, наверное, при транспортировке они выпали, и что-то еще, я не знаю. Но TCL говорит, нет, они там есть. Просто их недостаточно. Поэтому они собираются отправить эти телевизоры третьей стороне, чтобы еще раз проверить, есть ли там квантовые точки. Я нахожу это просто смешным, но несмотря на это, как потребителям, и я обращаюсь к вам, TCL, как потребителям, нам все равно, есть ли в телевизоре квантовые точки или нет, он либо хорошо показывает, либо плохо. Причина, по которой люди покупают TCL, а их на самом деле две, во-первых, они дешевле телевизоров Samsung. Давайте посмотрим. Samsung U80 это именно то, на что нацелен этот C755. Samsung U80 не дешевый, и в США он стоит чуть более 1 тысячи долларов. У него нет мини-леда, у него мало зон затемнения. TCL C755 имеет больше зон затемнения и мини-лед, наступая на Q80 именно там, где он хочет доминировать на несколько сотен долларов дешевле. И вот в чем проблема, C755 отбирает долю рынка у лидера продаж Samsung, модели Q80. И поэтому Samsung не радует, что этот телевизор заявляет о наличии квантовых точек, хотя на самом деле это может быть и не так. Это еще предстоит доказать, но все же давайте примем это утверждение за чистую монету. Я смотрю на TCL и говорю, TCL, людям по такой цене все равно, есть ли в нем квантовые точки или нет. Позвольте дать совет, забудьте слово QD, скажите TCL C755 мини-лед, вместо того, чтобы говорить QD мини-лед. Ну или скажите 4K мини-лед, или Dolby Vision мини-лед. Позвольте мне спросить вас, если вы потребитель, обычный джо, не супер энтузиаст, у вас есть 800 долларов в кармане, вы выбираете между чуть более дорогим Samsung'ом Q80 и C755. Вы видите Q80, это QLED, у него есть квантовые точки, а затем видите C755, без упоминания QD, но там написано 4K Magic Mini-LED. Если TCL заменит QD на слово Magic, это что-то изменит? Большинство потребителей понятия не имеют, что такое QD. Если вы скажете им, что это квантовые точки, они ответят, и че? Но если вы скажете, что это Magic Mini-LED, они скажут, ааа, ну я знаю, что такое Magic, это круто. А что такое QD? Я лучше куплю Magic, чем QD. И мне просто смешно, что все они зациклились на этих модных словечках. Это не относится к сути вопроса, есть ли у телевизора квантовые точки или нет. Если в телевизоре нет квантовых точек, но он работает потрясающе, то признайте это. TCL такие, хм, нам не нужны квантовые точки, он потрясающе дешевый и чудесный. Хей, это будет продавать телевизоры так же хорошо, потому что, помните TCL, они покупают ваши телевизоры по двум причинам. Они дешевле, чем у конкурентов, но работают так же хорошо, как и более дорогие телевизоры, превосходя их по качеству. И поэтому слово QD не является причиной их покупки. Dolby Vision возможно. Людям нравится эта словечка, так что можно Dolby Vision, можно 4K и даже можно Magic. Далее поговорим о совершенно новой категории продуктов, пленером которой стала система Sony HT-A9. Я обозревал ее, мне она нравится, и считаю ее одним из лучших и самых инновационных продуктов того года. Вышла около двух лет назад. По сути, она заменяет саундбар. Она вместо уродливого саундбара, который располагается либо под телевизором, либо перед, либо на стене ниже телевизора. HT-A9 позволяет разместить колонки вокруг телевизора, по бокам от телевизора, позади вас и сбоку от вас. В общем, они не мешают, предоставляя захватывающий звук и четкий диалог. Колонки отлично работают. Очевидно, что это продукт первого поколения, но он очень популярен. И в этом году они улучшили его, выпустив Seater Quad. Вот он. Seater Quad. Скоро будет обзор. Спойлер. Я люблю Quad. Потрясающий продукт. Но он стоит недешево. Почти 2500 долларов. И даже HT-A9 первое поколение стоит 1500. Так что у этого абсолютно нового продукта есть конкурент. Hisense Saturn. Да, никаких цен нет. Мы просто выкладываем его, чтобы посмотреть, насколько велик интерес. И проблема в том, что HT-A9 и Quad, являясь продуктами, достойными внимания, стоят недешево. Если вы ищете аналог саундбара, вам не нравится внешний вид саундбара, то вам придется заплатить полторы или две с половиной тысячи за HT-A9 или Quad. А с Hisense вопрос становится следующим. Сколько вы готовы заплатить за копию от Hisense, чтобы получить большую часть того, что предоставляют HT-A9 или Quad по гораздо более доступной цене? Вопрос в том, какова эта цена? Я предсказываю, что если они смогут продавать его по цене ниже 700, скажем, 600 долларов, то он будет пользоваться большим успехом, потому что людям не нравится внешний вид саундбара. Но скажите вы мне, во-первых, нравится ли вам внешний вид саундбара? Хотите ли вы что-то вроде Quad, но за гораздо меньшую цену, как Hisense Saturn? И сколько вы готовы за него заплатить? Помните, что Saturn поставляется сабвуфером, а Quad и HT-A9 стоят полторы и две с половиной тысячи без сабвуфера. Так что добавить сабвуфер это еще 400-500 долларов. Дайте мне знать в комментариях, готовы ли вы заплатить за Hisense Saturn и сколько? До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok